Давайте продолжим. Мы возвращаемся обратно во времени, чтобы понять, что спартанцы... Формально это выглядит так. Фокедит говорит нам, что спартанцы хотят затянуть время. Для этого надо устраивать судилище. Судиться надо, естественно, не по поводу союзников. Это невозможно. А надо судиться по поводу всего. И, естественно, судиться по поводу всего значит судиться по поводу истории. Кто-то когда-то кого-то обидел. Мы до сих пор не разобрались, кто кого когда. В смысле, чей на горный Карабах, да? Давайте сядем и подумаем. И для того, чтобы понять, в чем история, Фокедит возвращает нас немного назад. Пожалуйста. Обстоятельства, способствовавшие усилению могущества Афиниан, были следующие. Когда персы, потерпев поражение от эллинов на море и на суше, удалились из Европы, а бежавшие на кораблях Камикали были истреблены, царь Лакадиманян Леотихид, командовавший эллиновами при Микале, возвратился домой с союзниками из Пелопоннеса. Пежду тем, Афиниане и уже отложившиеся от персидского царя союзники из Ионии и Гелеспонта остались на месте сражения и начали осаду Сеста, занятого персами. Передимовав там, они овладели городом. Вы видите, к какому отрывку историй возвращается Фатидит? Уже постперсидский. Ну, фактически персидским войнам, да? Вы помните проблему, которую мы никак не можем решить с персидскими войнами? Не помню достоверность. Да, конечно. Нет, если у вас есть личная проблема с персидскими войнами, как бы... Нет, нет, нет. Проблема. Это не проблема. Да, да, правильно. Проблема в том, что Фатидит опровергает превосходство персидских войн над Пелопонеской в двух предложениях. То есть не опровергает вообще. И мы задаемся вопросом, как же так можно было, когда-то и десять сторонниц посвятил тому, что Пелопонеская война круче, чем Троянская, по четким причинам, но не посвятил ничего персидским войнам. И вот Фатидит возвращается и решает эту проблему. А затем отплыли из Гелеспонта каждый на свою родину. Афинское государство после того, как варвары ушли из Атики, немедленно стало перевозить обратно афинских детей, женщин и уцелевшее домашнее имущество оттуда, куда все это было пообещено ради безопасности и принялось за восстановление города и его стен. Да. Естественно, персы разрушили стены. Ну и сам город. Был большой пожар. И, в общем-то, афиняне считают, что его надо восстановить. Дело в том, что от одной стены уцелели лишь небольшие куски. Большинство домов было разрушено. Остались только те немногие, в которых расположились в то время знатные персы. Лагидемоняне, предугадывая будущее, отправили в Афины посольство. Они предпочитали, чтобы ни афиняне, ни кто-то другой не имели стен. А еще больше были пристрекаемы союзниками и устрашены бывалой до тех пор численностью афинского флота и отвагу афинян персидских войн. Посты требовали от Афинин не возводить стен, а лучше помочь лагидемонянам срыть окружные стены во всех тех городах, где только они были за пределами Белапанеса. Спортиаты говорят, мы победили в войне, но великими усилиями. Великими, потому что мы все время должны были останавливаться у каждого города. Нет стенобитных орудий, и приходилось каждый город брать осадой. Измором, фактически. Это дико нас останавливало. Пожалуйста, давайте вы не будете восстанавливать свои стены. Чтобы мы в следующий раз могли вас сделать нормально. Да! В смысле, чтобы мы могли вам помочь, да? Потому что, когда во следующий раз захватят Персию, мы сможем немедленно вторнуться в город. Или спасти вас от демократии. Но, это десятый раз. И не только вы не восстанавливаете стены. Мы заставим все остальные города стены срыть, чтобы вообще не было никаких проблем с их отбитием. Понятное дело, что спартанцы думают не о том, что персы вернутся, а о том, что за стенами удобно сидеть, не подчиняясь спартанцам. Не открывая перед афининами своих целей и подозрений, лагедемоняне заботились будто бы о том, чтобы персы в случае вторичного нападения не смогли опереться на какой-либо укрепленный пункт. Кровым на этот раз служили Фива. Лагедемоняне уверяли, что Пелопонез может служить ее убежищем и достаточным оплотом для всех эллинов. Когда лагедемоняне высказали это, афиняне после этого фемистокола отвечали, что по делу, о котором идет речь, они пришли к ним послов и тотчас отпустили лагедемоняна. Вместо обсуждения персидских войн мы встречаем обсуждение двух людей. Это фемистокол от афинян и это павсаний от спартанцев. Фемистокол это величайший стратег, который только что спас Афины и весь мир. Павсаний это царь Спарты, у которого есть свои планы на будущее. Но который он воевал в процессе войны? Судя по всему, да, он участвовал в войне. По крайней мере, он участвовал в ее самом конце, как минимум, потому что он возглавлял контингент в Иоанне. Просто Фугидит отмечает, что он называет одного спартанского царя, который не следит. Это сейчас, это сейчас. Потому что царей все время два, да, и они меняются. Вот, может просто это выиграть. Не-не-не, павсаний был в Иоанне, и он руководил там войсками. Первое, что мы знаем о фемистоколе, помимо того, что он, очевидно, демагог, да, то есть это оба два великих человека. Но один из них демагог, второй, понятное дело, нет. По понятным причинам. Давайте мы узнаем, что же говорит фемистоколе, пожалуйста. Тогда фемистокол предложил оправить его самого, возможно, скорее, в Лакедимон. Других же выбранных вместе с ним постов не послать немедленно. А выжда до тех пор, пока стена не будет выведена до достаточной для обороны необходимой высоты. В то же время фемистокол советовал, чтобы поголовно все опьянения, находящиеся в городе, сейчас остановитесь в этот момент. Каково первое свойство фемистокола? Храбрость. Что он делает на наших глазах? Он просто верит сюда. Нет, смотрите, спартанцы приезжают и говорят, ваши стены разрушены, не надо их восстанавливать. Суройте то, что осталось, и мы начнем срывать стены по всем городам. Фемистокол говорит, отличная идея, дорогие товарищи. Давайте мы ее обсудим у вас. Я к вам поеду, и мы договоримся. Вот все остальные не поедут, а я поеду, и мы договоримся. Это то, что он говорит спартанцем. А что он говорит по фемианам? По фемианам. Начинайте строить стены. Начинайте строить стены, пока я буду там тянуть время. Какое его первое свойство? Мудрость. Что он делает-то? Что он делает-то? Ну, он... Ну, как называется его действие по отношению к спартанцам? Обман. Он лжец, конечно. Это первое его свойство, как великого человека. Мы ничего о нем не знаем, кроме того, что он великий. И вот теперь мы знаем, что он лжец. Второе, что мы видим в нем, он патриот. Потому что он делает это, естественно, ради города. В то же время Фемистокл советовал... Нет, нет, нет. Да, в то же время все правильно. Фемистокл советовал, чтобы боголовно все афиняне, находящиеся в городе, занялись сооружением стен. Правильно. То есть вы не просто строите стены. Вы строите стены стахановскими темпами. Потому что долгое время тебе не смогло. И следующий шаг. Город ведь тоже разрушен. Фемистокл говорит, не строите город. Более того, сейчас Фагидид добавит, что он скажет, разрушайте город, пожалуйста. Не щадя поэтому ни частных, ни общественных построек. Что такое общественные постройки храма? Правильно. Он нечестивец. Фемистокл говорит, разрушайте храмы, потому что камень от них пойдет на строительство стен. Нечестие – это его свойство. Он не верит в божественное воздаяние. А, понятное дело, нет преступления страшнее, чем разрушение храмы. Которые могли бы быть полезны для дела и не останавливались перед разрушением всего этого. Да, хоть и наставление, при всех купив, что остальное устроит он сам Лакедемоне, Фемистокл отправился в путь. По прибытии в Лакедемон он не являлся к властям, а под разными предлогами медлил. Если же кто-нибудь из должностных лиц его спрашивал, почему он не является государственным властям, Фемистокл отвечал, что он поджидает товарищей, что они задержались в Афинах по какому-то делу. Однако он надеется, что его товарищи прибудут скоро. То же, что их все еще нет, удивляет его самого. Да, в общем, лжет он и там, естественно. Но долгая ложь продолжаться не может. Конец 3, Фемистокл стал опасаться. Фемистокл стал опасаться, как бы лакедемоняне не задержали его вставающим, когда они получат точное известие. Афинине, согласно поручению Фемистокла, задерживали лакедемонских послов. Фемистокл явился тогда перед лакедемонянами откат и заявил он, Афини уже настолько ограждены стенами, что в состоянии защитить своих обитателей. Если лакедемоняне или союзники желают, они могут отправить послов к афининам, которые сумеют на будущее время различать свои собственные и общие линские интересы. Когда афинине нашли более выгодным покинуть свой город, естественно, корабли, говорили послы, они решились на это без лакедемонян. С другой стороны, когда приходилось совещаться вместе с лакедемонянами, афинине никому не уступали в рассудительности. Да, проще говоря, послы говорят, что афинине не будут вы. И поэтому они не верят в матери о том, что срытие стен – это все на благо и лады. Нет. В итоге Фемистоклу удается его план. Но это не все его заслуги. 93. Фемистокл уговорил афинин застроить остальную часть Перея, начало чему было положено раньше, в год архонства его в Афинах. Местность эту, с тремя естественными гаванями, Фемистокл находил прекрасную, а в превращении афинин морской народ должно было, по его мнению, многое содействовать их усилению. Действительно, Фемистокл первый осмелился сказать, что необходимо заняться морским делом, и сам немедленно положил тому начало. Да, здесь мы можем добавить новато. Понятное дело, что Фемистокл, кладя начало, начало афинскому господству, кладел ему конец. Мы знаем, что раздустанность демократии связана не с тем, что демократы, где когда-то были умеренными, а потом перестали. Такого не бывает. Демократы не бывают умеренными. Раздустанность демократии связана с тем, насколько большую роль демократы начинают играть в принятии решений. Ибо в конце концов, руководящие люди практически никогда не демократы. В крайнем случае, демагоги. Но вы знаете, что нет больших врагов демократии, чем демагоги. Как афиняне, как афинские демократы стали играть большую роль в войне? Очень просто. Дело в том, что демократы – это нищие. И в этом плане нищие, как правило, не играют никакой роли в войне, потому что в войне участвуют люди, способные носить доспехи. Это их победы. Победы гоплитов и всадников. В первую очередь являются победой войны. Но Фемистокл видел, что господство Афин связано в будущем не с землей, а с водой. А на воде основное усилие… Это грибцы. Да, это не войны, это грибцы. Но ни один свободный и обеспеченный человек не будет грибцом. В грибцы идут только нищие, потому что им платят за грибы. Чем больше роль флота в ходе войны, тем больше роль нищих. Чем больше роль нищих, тем более разнузданной становится демократия. Таким образом, а мы знаем, что именно разнузданность демократии, а именно дело против Алькивиада, в конце концов губит афинскую экспедицию на Сицилию, а вслед за этим, естественно, и сами Афины. Таким образом, мы делаем вывод о том, что Фенистокл, положив начало господства Афины, положил и конец этому господству. Пропустите все это, нас интересует следующий великий человек, 94. Павсаний, сын Клеамброта. Апостол был из Лакедимона в звании стратега Эллинов с 20 кораблями от Пелопоннеса. Вместе с ним подплыли в 30 кораблях афиняне масса других союзников. Да, вы видите, Павсаний воюет в прекрасных войнах. Они пошли войной на Кипр, покорили большую часть его, а потом направились к Византии, занятой персами, и взяли его осадою. Во время уже этого командования своими насильственными действиями Павсаний вызывал раздражение всех Эллинов, в особенности и Анян, и всех тех, которые незадолго перед этим освободились от персидского царя. Союзники стали обращаться к афинянам с просьбой принять гегемонию над ними в силу кровного родства. Да, вы видите, кровь имеет значение, и вы помните историю афинских послов о том, что спартанцы сами удалились от командования в конце персидских войн, и, соответственно, что афиняне приняли гегемонию во всех. Мы видим, что это не совсем так, потому что афинские кровные товарищи, кровные родственники и айнинцы попросили освободить их от Павсания, от господства Павсания, и, следовательно, от господства спартанцев, и сами попросились от господства афинян. Не потому что спартанцы самоустранились, а потому что Павсаний был насильником. Это не эпитет против Павсания, естественно, потому что Павсаний также велик, как этим стопом. Афиняне получают свою гегемонию отчасти благодаря Павсанию, и нам кажется, что в этом рассказе он уже заканчивается. Чего-то не хватает. На самом деле не хватает много чего, потому что история Павсании это гораздо более интересная история, чем ту, которую Факидит предложил сейчас. Поэтому мы оставляем нашу табличку, мы к ней вернемся, Факидит не вернется. А сейчас он продолжит двигаться в прошлое, 97. Имея гегемонию над союзниками, которые вначале были автономны и совещались на общих собраниях, вот что подприняли афиняне в своем внутреннем управлении и в войнах промежуток времени между Персидской и этой войной. Значит, афиняне получили империю после Персидских войн, окончания Персидских войн. Факидит говорит, давайте мы вернемся и посмотрим, как они себя вели все это прекрасное время между концом Персидских войн и началом Толбородства. 98. Поверьте всего, афиняне под началом сына Мильтиада Кимона. Напоминаю, что афиняне только что освободили Ионию и Грецию от персов. Это великие освободители. После осады взяли занятый Персами Эйолон, что на Стоимоне, и жители его обратили в рабство. Да. Я напоминаю, что все это ионийцы. Товарищи, друзья и кровные братья. Что афиняне делают с ними, обращают в рабство. Затем они обратили в рабство жителей Скироса, острова на Игейском море, заселенного долопами, и заселили его сами. Правильно. Что они делают дальше, обращают в рабство островитян. Контроль над островами это решающий контроль, как мы узнаем потом. Ну и уже знаем сейчас, потому что пиратство и торговые пути идут через островы. Сто два. Не с ТАК, а с афиняне. Афиняне явились с значительным отрядом под начальством стратега Кимона. Лагидемоняне пригласили Афини главным образом потому, что считали их искусными в осаде укреплений. Но так как осадотянулся долго, то оказалось, у них тут не хватало искусства. Вы видите, прогресс все еще идет. Даже в штурме городов пока что не хватает искусства. Но тогда еще не хватало искусства. Сто четыре. Афиняне в то время пошли войной против Кипра на двухстах кораблях, своих и союзнических. Покинув Кипр, они прибыли в Египет. Да. Афиняне пытаются захватить Кипр. И естественно, Байпрокси затем, они на самом деле никогда не получается, пытаются захватить Египет. От моря Афини не поднялись по Нилу, завладели рекой и двумя частями Мемфиса и начали войну против третьей части, именуемой Белой Стеной. Да, вы говорите смешно, а у них получается. Ну, не знаем, чем это закончилось. Этого достаточно, потому что мы смотрим сейчас на Афинян 170. Однако этого времени Афиняне начали возводить и те длинные стены, которые ведут к морю, именно до Палера и Перея. Да. Афиняне не только продолжают свою империалистическую политику, но они продолжают развивать защиту собственного города, потому что теперь город и море связаны напрямую во всех смыслах. И длинными стенами, и тем фактом, что Афиняна морская держава. 109. Между тем, Афиняне и союзники их все еще оставались в Египте и испытали в войне много превратности. Сначала Афиняне завладели было Египтом, и царь Персидский послал Лакидимон Персом мегабаза с деньгами, чтобы склонить Пелопоннеса к вторжению в Атику и тем самым побудить Афинян выйти из Египта. Потерпев неудачу, израиль, стратив деньги... Афиняне ли они такие? Спартанцы тоже не дураки. Деньги-то они взяли, а вот двигаться никуда не собираются. Мегабаз с остатком сум вернулся обратно в Азию. Тогда Персидский царь поставил в Египет мегабиза, сына Запира с большим войском. По прибытии в Египет сухим путем мегабиз разбил сражение египтяных союзников, вытянул из Мемфиса эллинов, запер их наконец-то на высове Прасаптиде и там осаждал год и шесть месяцев, пока не осушил канала и не отвел воды его по другому направлению. Таким образом мегабиз поставил корабли на сушу, большую часть от острова соединил с материком и переправившись к острову, взял его сухопутными войсками. Такой гибельный конец получило предприятие эллинов после шестилетней войны. Да, афиняне терпят сокрушительное поражение и их большой поход на Египет заканчивается полнейшим провалом. Но вы же помните природу афинян? Это их нисколько не расстраивает. И они практически сразу начинаются готовить, готовиться к новому большому вторжению. Стоит виноват. Кто-то же отнял собственные смыслы. Да, 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 да. Но кто? Персик? Прокляжный Персик. Стоит изгнанный из Песалии Арест сын фессалийского царя Эхикратида уговорил афинян вернуть его на родину. Старые добрые войны под предлогом помощи другим. Афиняне взяли с собой своих союзников Беотиан и Факидиан и пошли против фессалийского города Фарсала. Спуститесь вниз после скобочек но. Но города афиняне взять не смогли. Да и вообще цель похода вовсе не была достигнута. Да, несмотря на то что эти старые добрые войны в помощь другим они не автоматически означают победу. Для Ареста они не сделали ничего и вернулись с ним обратно. Немного спустя после этого тысяча афинян села на корабли ходившиеся в пегах в веке болевых власти и под предводительством стратега Перикла сына Ксантип вот появляется наш главный герой один из главных героев в следующей книге поплыли вдоль берега к Секеону там высадились на сушу и разбили сразившихся с ними Секеонян последнее предложение в этом обзор но весна но не могли взять их и возвратить дому и возвратились домой снова провал но вы думаете это останавливает молодых афинян 112 потом по прошествии трех лет между Пелопонессами и Афининами был заключен пятилетний договор афиняне воздерживаясь от военных действий против эллинов предприняли морской поход против Кипра под начальством стратега Кимона да и тут же не получилось в Египте не получилось у себя дома возвращаемся обратно на Кипр помните началось то все с того что не получилось на Кипре да 113 афиняне выступили в поход против этих враждебных им городов в числе тысячи своих каплитов с отдельными отрядами союзников стратегом был Талмит сын Талмея взяв Херанею обратив жителей ее в рабство да это биотийские греки как бы свои родные очень да получают рабство но афиняне отступили на пути подлиг коранеи напали на них биотийские изгнанники из Архамена вместе с локрами евбейскими изгнанниками и всеми единомышленниками они одолели афиняны в сражении причем одних перебили други взяли в плен афиняне вышли из предела всей биотии заключив договор на условии получения обратно своих пленников и трупов павших биотийские изгнанники возвратились на родину и все прочие биотяне снова стали автономными да не унывая 118 после этого прошло уже немного лет как случились рассказанные выше события киркирские патидейские и вообще все другие послужившие поводом к этой войне все же вышеизложенные происшествия поскольку они выразились как в отношении эллинов к эллинам так и в отношении эллинов к персам имели место приблизительно в течение 50 лет истекших между удалением ксеркса и началом этой войны за это время афиняне сильнее укрепили свои внешние могущества и значительно развили свои внутренние силы да почему несмотря на такое количество поражений афиняне стали сильнее правильно потому что опыт лакедемоняне хотя и замечали это не мешали афинянам разве разве лишь в слабой степени большая частью лакедемоняне оставались спокойны потому что и в предыдущее времени скоро а только по необходимости решались они на войны а также и потому что их удерживали войны внутренние понятное дело лакедемонян удерживает страх их империя не расширяется из страха империя афинская пытается расшириться во все стороны из-за надежды так продолжалось до тех пор пока могущество афинян не обозначилось ясно и афинине не стали затрагивать лакедемонских союзников 3 хотя лакедемоняне не признали что договоры с афининами нарушены что афинине виновны в этом тем не менее послали дельфы попросить бога будет ли лучше им воевать да смотрите лакедемоняне формально признали что это афиняне виновны но на самом деле все они у меня души знают что это они виновны и потому они хотят узнать что думает по этому поводу бог аполлон это бог предсказаний бог поэтому он отвечает за связи со всеми остальными богами следовательно надо обращаться именно к ним говорят бог отвечал что они заметьте это говорят фукетит не знает что они одержат победу если будут воевать с полным напряжением сил сам же он будет ли призван или нет станет содействовать им да бог естественно как всегда умиливает что значит с полным напряжением сил и как это возможно затем лагедемоняне снова созвали союзников желая решить голосование следует ли воевать когда явились послы от союзников состоялось собрание все высказали свои желания причем большинство обвиняло афинян и требовало войны коринфяне уже и раньше просили каждое государство в отдельности подавать голоса за войну из-за опасения потерять путь идеи да снова главный обвинитель афинян это коринфяне и снова они только одни выговаривают спартанцев начать войну 121 теперь мы приглашаем начать войну потому что терпим обиды и имеем достаточное основание к жалобам и пора окончить войну настанет только тогда когда мы отомстим афинян что победа будет за нами это правдоподобно по многим причинам во первых мы превосходим афинян численностью и военным опытом во вторых мы все единодушны в исполнении приказа что касается флота составляющего силу афинян то мы снаедим его на те средства какие имеются у каждого из нас а также на дельфийские олимпийские сокровища вы видите что коринфиане больше не говорят о справедливости обидах и прочем они говорят о том как надо вести войну почему решение ее начать уже принято нет смысла больше говорить что надо ее начать есть смысл обсудить как ее вести а дельфийские сокровища не были под контролем афин нет при помощи займов мы получим возможность высшую наемную плату и сменить от афинин моряков и наземцев ведь у афинин войска не столько свое сколько купленные за деньги а вот это правильное обвинение афинские нищие служат на кораблях за деньги значит они наемники значит мы можем нанять их они тоже приемные патриоты как бы их наимен конечно потому что демократ да естественно и это большая проблема коринфиане уверены или хотят представить все так будто афинский флот наемный и соответственно не будет проблемой переманить грибцов мы же с вами понимаем что это не совсем так конечно следовало бы задаться вопросом что сильнее в уме афинского гражданина патриотизм или надежда на обогащение потому что они бедные любить родину приятнее с двумя дархами в кармане нет наоборот если у вас есть деньги любить родину неприятно это неприятное занятие очень неприятно нет всегда приятно когда дархах нет когда есть тогда неприятно по всей вероятности одной морской победой афиняне будут преодолены да естественно мы не просто переманим у них всех всех их грибцов мы еще и победу достигнем одним сражением если они станут сопротивляться дольше, то и мы будем иметь больше времени для усовершенствования в морском деле. И когда сравняемся с ними в морском искусстве, наверное, превзойдем их храбрость. Да, сам стоит вопрос, а как мы сможем победить их в одном сражении, если мы ничего не умеем? 122. Впрочем, есть у нас и другие способы ведения войны. Да. Карамфяне прекрасно понимают, что, конечно, рисовать картину надо оптимистическую, но не надо зарываться. Возмущение союзников это вернейшее средство лифитекини на доходы, составляющих их сил. Все спартанцы с самого начала войны знают, как в ней победить. Но именно потому, что они олигархи и медлительные. Несмотря на то, что они знают, как победить, никто из них никогда, кроме одного человека, который как бы не спартанец, о чем мы поговорим, этого не делает. Спартанцы знают, как победить, но никогда не пытаются воплотить этот план в реальность. Возведение укреплений на неправительской земле и многое другое. Вы не поверите, в решающий момент решающий человек скажет, из Аттики нельзя уходить, укрепите один пункт, и этого будет достаточно для того, чтобы афиняне потерпели такие убытки, что они сами выйдут из-за стен. Карамфяне уже это понимают, но это сделано не будет вплоть до конца войны. Действительно, война никогда не ведется по определенным правилам. Большая часть мира подсказывается самой войной ввиду приходящих в нее случайных обстоятельств. В войне тот, вернее, достигает успеха, кто ведет себя сдержанно. Наоборот, чем больше кто горячится, тот, тем чаще испытывает неудачи. Раньше идея об инициативности трактовалась коринфянами в пользу афинян. Теперь, когда война уже объявлена, она трактуется коринфянами против афинян. Чем больше они будут действовать, тем больше будет неудач. Ты имеешь в соображении еще следующее. Если бы дело шло о пограничных расках, отдельных союзников, с равносильными им противниками, это было бы еще терпимо. Но теперь афиняне в силах сопротивляться всем нам, вместе взятым, и гораздо сильнее каждого государства в отдельности. Значит, объяснив, какие меры должны быть предприняты. Я напоминаю, меры, которые не будут предприняты. А коринфяне переходят к тому, почему они должны быть предприняты. Это важнейшее обоснование. Поэтому, если мы неотразим их единодушно общими силами и племенных союзов, и каждого города в отдельности, то при нашем разъединении они без труда завладеют нами. И да будет известно, что поражение, страшно сказать, грозит ничем иным, как полным порабощением. Да, если мы не будем принимать меры к победе, война закончится не поражением, война закончится порабощением. И нас ждет... Последнее предложение здесь. А мы не можем даже самим себе упрощить свободу, допускаем, чтобы установились тирании одного государства. Да, наконец-то участники начинают прямо называть, что такое империя. Дело в том, что слова империя в коридорическом языке нет. Ну да, потому что это римское слово. И обычно и афиняне, и спартанцы, и все окружающие говорят об афинской империи, говорят архе, власть или сила. Это очень нейтральный термин. Да, есть, как вы знаете, кратес, а есть архе. Да, и при том архе формальное, а кратес неформальное. То есть кратес это ваша сила, а архе это скорее ваша должность или позиция. Но это все второстепенно. Тут же проблема архе заключается в том, что она безлична. У него нет коннотаций. Поэтому, наконец-то, коринфяне напрямую говорят, что это такое афинское архе. Это тирания. Ситуация господства одного государства над другими, ситуация империи, это на самом деле ситуация тирании. Это сразу ставит огромное количество вопросов о легитимности тирании и ее легальности, учитывая, что мы признали легальность и легитимность империи. То есть не можем ли мы сказать, что как империя имеет полное право владеть своими подданными, своими подчиненными, так и тиран имеет полное право владеть своими подданными. Это да. Но кто он будет в тиране? Нет, 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 нет. Мы снова возвращаемся к вопросу о праве и справедливости. Впрочем, скорее надо убрать не это, конечно же, а вопрос о том, является ли противоправным восстание против тирана. Но вернемся обратно к нашим проблемам. Итак, впервые афинское господство напрямую названо тиранией, при том, что все присутствующие понимают, насколько это господство легально и легитимно. И мы не понимаем, каким образом подобное поведение может быть свободно от трех величайших несчастья, глупости, слабости и беззаботности. Вы свободны от этих ошибок, а потому не дошли до самонадеянности, столь гибельной для большей части людей, углубившей многих и зато переименованной в безумие. Но зачем так долго жаловаться на прошлое, если от этого нет пользы для настоящего? Ввиду будущего следует помочь настоящему и не жалеть новых трудов. Ведь завет наших отцов трудами стяжать себе доблесть. Хотя вы теперь немного богаче и сильнее их, не изменяйте этому завету несправедливо при избытке терять то, что приведено к бедности. Естественно, нельзя не закончить, а это почти конец призыва к спартанцам, фразой деды воевали. Ага. Смотрите. Ввиду будущего следует помочь настоящему и не жалеть новых трудов. Завет ваших отцов своими трудами стяжать себе доблесть. Идите смело на войну по многим причинам. И потому, что Бог изрек ее и обещал помогать вам. И потому, что остальная Эллада будет вся бороться вместе с вами частью из страха, частью из выгоды. То есть, вы видите, коринфяне тоже понимают основные мотивы политического действия. К тому же, вы не первые нарушите договор, который признает поруганными и Бог, раз он повелевает воевать. Скорее, вы будете мстителями за его нарушение. Вы видите, раз коринфяне об этом говорят, это значит, что большинство спартанцев действительно думают, что они нарушили договор. Ведь нарушают договор не те, которые защищаются, а те, которые нападают первыми. Итак, Лариди Маняне. Когда со всех сторон представляется благоприятный случай к войне, и мы убеждаем вас предпринять ее во имя общих интересов, ведь в объединении выгод государственных и частных надежд не шли залог успеха. Не медлите подать помощь подидианам, даянам, которые осаждают ионяне. Прежде бывало иначе. И спешите добиться свободы от прочих эллинов. Нет, не от прочих, а просто свободы от прочих эллинов. Прочих эллинов. Два. Поймите же, союзники, что настала крайняя нужда, что мы даем лучший совет и решайте за войну, не страшась опасности настоящей минуты и стремясь к более продолжительному миру, который последует за ними. Конечно, подлинная речь не может не закончиться пропагандой, то есть объяснение подлинных причин и того, как надо воевать, не может не закончиться пропагандой. Пропагандистских точек среднее две или позиции две. Первое, спартанцы освободители, известное уже дело, да, спешите добиться свободы против эллинов. И второе, поймите же, союзники, что настала крайняя нужда и что мы даем наилучший совет и решайте за войну, не страшись опасности настоящей минуты и стремясь более продолжительному миру, который последует за ними. Война делает мир более прочным, но не так безопасно воздерживаться от войны ради покоя. Война делает мир более прочным. Война ради мира это тоже пропаганда. Мы, следуя за Фукидидом, все время задаемся вопросом из двух типов существования, из двух типов жизни человека или человечества в целом, какой является более главным, какой является главнейшим, война или мир? Нет, потому что война ради мира. Нет, война в том, что в войне прогресс когда вы говорите мир, потому что война ради мира, вы повторяете пропаганду Харинфян. Фукидид говорит нам, что мир существует ради войны, потому что те средства и силы, которые накапливаются в мир, тратятся в войне. Война – это движение, мир – это покой. В этом смысле мир необходим войне, но он второстепенен по отношению к войне, потому что в нем ничего не происходит, кроме накопления ресурсов. Война – это прогресс, и сильнее всего прогресс отражается в войне, включая и решающий прогресс в человеческой личности. То есть, то, что мы называем раскрытием природы, мир не раскрывает природу человека. Настолько хорошо, насколько это делает война. Ну, просто потому, что мирное существование государства, по крайней мере, если вообще находит государство, это гражданство. В частности, да, конечно. Из этого мы и должны в то время задаваться вопросом, что Фукинин считает более важным – мир или войну. Олимпиане в своей пропагандистской речи, которая не заканчивает словами о том, что спартанцы идут спасать всех олимпиадов, говорят, что, конечно же, война существует ради мира, а не мир ради войны. Они говорят, что потерпите немного, потому что дальше снова боятся за все это и надеются, что будет мир и вам начнется неплохо. Нет, они говорят, если вы сейчас будете сидеть на месте ровно и бояться, мира не будет. А вот если вы пойдете и победите в войне… Ну, вам нужно просто потерпеть немного и потом снова приложить усилия, да, 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 да. Война второстепенно по отношению к миру Фукидид, кажется, так не думал. «Будьте уверены, что образовавшееся в Элладии дироническое государство угрожает всем одинаково. Над многими оно уже властвует, над другими измышляет властвовать. Поэтому пойдем и укоротим его, тогда в будущем мы сами будем жить, не подвергаясь опасности и прорабощенными или нандармами свободам». Так говорит Рейнхенни. Выслушав мнение всех, алгидемоняне пригласили присутствовавших на собрании союзников подать голоса по порядку. То есть вы видите, есть разница между тем, как спартанцы дают войну и тем, как пелопонесский союз объявляет. Присутствовавших по порядку и не делая различия между большими и меньшими государствами. Большинство подало голос за войну. Извольствие на такое решение начинать войну тот час было невозможно, так как пелопонессы не были готовы. Поэтому решили, что каждое государство достает все нужное для замедления, что замедлений быть не должно. Тем не менее, в необходимых приготовлениях вторжение в Аттику и открытого начала военных действий прошло полгода. Около года. Да. То есть, мы решили воевать, но побеждать точку зрения Архидана. Мы, конечно, решили воевать, но у нас нет ничего. Давайте мы подкопим чего-нибудь, чтобы было чем воевать. А в это время мы, как и предполагает Архидан, предъявим к Афинянам множество судебных или легальных претензий. да. Я сейчас сшиваюсь или перед этой войной был в 30-летие? Перед этой лапанаски, да. Но не... Там была малая лапанаска. Это спартанцы, еще разочек, это же спартанцы, богатые граждане, значит, бедное государство. И они намеренно делали государство союзников тоже бедными? Афинянам так? И это тоже, да? То есть ресурсов накоплено достаточно, просто эти ресурсы у частных лиц, и их нельзя у них отнять. А первые либералы, получается, первые либералы всего мира. Практически. Вот. И именно поэтому Спарта так не готова к войне. Именно потому, что само государство бедное, у частных лиц ничего нельзя отнять, они не... они олигархи, они не хотят ничего отбывать. Вот. Поэтому у Спарты такие проблемы. Не говоря уже о том, что Спарта не имеет флота по тем причинам, которые мы уже обсуждали. И спартанцы не могут воевать на далекие расстояния по тем причинам, по которым мы уже обсуждали. Поэтому, хотя у них было мало ресурсов, но было время их накопить, они их особо не накапливали, потому что не было необходимости. В смысле, необходимость была, не было желания. Да? А как тогда афинянец поглядет скопить на протяжении вот этого 50-летнего мира не то и дело воевать? В этом вы не поверите, когда сицилийская когда сицилийская экспедиция начнет погибать. Значит, когда афиняне решат отправить в сицилийскую экспедицию свое войско, они отправят туда, я назову цифру из головы, но она не настоящая, но она близкая, да? Что-то типа 400 кораблей. Когда экспедиция начнет погибать, афиняне скинутся и отправят еще столько же кораблей. Когда все это погибнет, афиняне построят еще один флот. Ключевое свойство демократии состоит в том, что демократы никогда не заканчиваются. Ресурсы демократии неистащимы. Спартанцы, напомним, просят закончить войну, когда 200 спартиатов оказываются на острове, сдавшимися в плен. 200 и спартанцы говорят, все, война окончена, у нас больше людей нет, мы олигархи. Вот это кровные спартиаты, если вы их убьете, спарта закончится, мы все готовы отдать, только верните нам этих людей. Почему афиняне просто сразу не захватили спартиатов и не закончили войну? Нет, потому что спартиаты, как правило, окружены союзниками и улотами. Да, то есть там случай был такой, что так оказалось, что кровные спартиаты вдруг оказались... Ну, вопрос, почему спартиаты не скинулись? В смысле? Ну, потому что они олигархи, их единственная задача, их единственный страх не потерять то, что у тебя есть. А если они не вловятся сейчас, не потеряют все? Они еще не известны. Они еще не известны. Это неизвестно. У вас перед глазами либо будущие неизвестные потери от неизвестной какой войны, либо потери прямо здесь и сейчас известны вам. Но Архидам уже говорил им... Архидам очень умный мужчина. Архидам очень старый. То есть они порядок и в этом кухне? Нет, они достаточно умные, чтобы понимать, что риски слишком велики, чтобы рисковать. Смотрите, когда... расширяются расширяются. И прямо говорят вам, ребята, если вы только тиснетесь, вам хана. Вы же олигарх, вы думаете следующим образом. Попытка это первый шаг к провалу. Чем больше они будут пытаться, тем больше шанс, что они просто исчезнут, пока будут пытаться. Какая позиция кажется вам более разумной? Позиция надежды, что однажды у вас получится выбиться в люди и разбогатеть. Или позиция страха, что если вы начнете отдавать, то тот, кому вы отдаете, отнимет у вас все. Сколько вы дадите чуть-чуть, вот государство не остановится. Война-то идет 30 лет. То есть вы только попробуйте дать, у вас отнимут все. В частности, если вы считали государство, конечно, Спарта. То есть если олигархи сейчас начнут говорить, то мы на самом деле не бедные. Нам жалко... Но что это и есть олигархи? Мы снова разделяем народ и государство. Понятно, что государство есть олигархи, в смысле вместе взятые, да? Но их богатство это частное богатство. А государственное богатство, в смысле государственная бедность, это государственная бедность. Если они начнут вынимать от себя, государство просто разорит их. Это напоминает такую аналогию в казино. Спартеатры приходят туда с большой кошельком и сидят и смотрят на то, как кто-то играет. Но поэтому не вкладывают в то, что боятся потерять. Они не приходят туда, их туда притащили. А Афини все время ставят на зеро. Проигрывают и ставят на зеро. Да, потому что у спартанцев есть только кошелек, а Афинян непонятная сумка, из которой они просто достают бесконечное количество. Они просто не знают, как из этой сумки себе на жизнь вытащить и ее просто сразу выкладывать. В этом-то и дело. Бедный народ, богатое государство. Я хотел как раз сделать, что отняли не исключение на ресурс, а скорее то, что мы собираемся на деле заработать нам много больше, чем мы. Нет, смотрите, олигархов всегда мало по определению. Прямо в слове олигархов. Да, а народов всегда много и он все время множится. Нет, понятное дело, что он рано или поздно он закончится. Бабы еще на вершем. Вот, но история показывает, что он в войне нет. Еще мы на одно положение насчет, почему олигархи не хотят вкладывать деньги. Но как бы они не потребуют это. Ну это очевидно. они тратятся ради чего-то. И ради тем более будущего, ради будущих поколений государства. Нам пожить бы сейчас, а дальше пусть они пустят. Я разделяю вашу. То есть, если бы это были олигархи современные, они бы просто вывели счета в швейцарские банки и сказали бы, так у нас нет ничего. Я рад бы поделиться, но все уже нет. Просто по этой логике больше и страны, что банки нанимают охрану. Зачем не есть большой сейф, в чем проблема? Этот сейф не сдвинут, не подвинут, не взорвай. А тут еще на охрану тратятся стрелки. На охрану тратятся это нерябно. Тем более, если бы с вами, что его охрана сплошь, что упадет с охраной, что с охраной. Хорошо. Я, конечно, чтобы понять, как у спартанцев обстоят дела с деньгами, я призываю вас вернуться к лакедемонской политике и прощать ксенофонту лакедемонской политике. Замечательно. Вы знаете, что есть отличная, вы читали, вы знаете, есть отличная политика у Спарты, а именно политика обысков. В Спарте идут непрекращающиеся обыски с целью найти у олигархов золото и серебро. Потому что государство знает, что на самом деле бессеребренники спартанцы, которым запрещено заниматься торговлей, ремеслом, земледелием, на самом деле воруют все, что не прибито. Секреты спартанского банка просто. Да. Секреты иди, если у вас их нет. Это знал даже Ликург, и он за этим учредил бесконечные обыски и слежку в Спарте. Но не помогает как-то. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Тогда вот у меня вопрос. Афиняне собирали дань со своих союзников? Аспартяты не собирали дань со своих союзников? Собирали, должны были собирать. Может быть не такую большую, потому что не было причин. Афиняне договорили это все на содержание флота. Мы знаем, куда это все на самом деле шло. Вы знаете эту историю, но я готов вам ее повторить. Когда архон снимает себе должности, он должен дать отчет, куда ушли все знали, что Перикол ворует. И очень много ворует. Очень много ворует. Поэтому когда он снимал себя с должности и сдавал отчет, к нему было очень много вопросов. Но также все знали, что во время Перикола Афины очень дико преобразились, потому что на чем люди воруют? Мы, власии, живем на строительстве. На строительстве! Конечно! При Перикле было возведено огромное количество строений и храмов. Поэтому когда Афиняне сказали, ну, ты, конечно, молодец, но где деньги? Периклов сказал, я верну все для копейки, но на всех храмах мы перебьем надписи, вместо от афинского народа такому-то богу будет надпись от Перикла такому-то богу. Потому что все это будет за мой счет. Мы сказали, нет, хорошо, мы все таки. Не то, чтобы коррупция это какое-то новое дело для Аспарта и для Афины. их похорошили перед Александр Сипович. Да, да. Но Афина это демократия, а Аспарта нет. Вопрос. Каинф же занимался активной торговлей, ну, в силу своего положения. Почему Каинф, притом обладая самым крупным флотом среди пелополнесов, у него-то где деньги? Нет, у него есть деньги, вы их видите, вы их видите, это флот. Флот и есть деньги, потому что флот это гребцы. Логично. Флот это дерево, дерево очень торгаешь. Ну, так вот, вы их видите все эти деньги. Но другое дело, что этих денег явно недостаточно для того, чтобы победить Афинян. А почему тогда Пелопоннес просто... Там же стоял вопрос на начале у нас из-за этой колонии, которая... Из-за Бочбейли. Да. Из-за эпидамна. Из-за эпидамна. Спартиат не могли дойти до того, чтобы просто дойти до этой колонии и забрать их флот. Нет, это же остров. А, это остров. И Киркира это остров. А что, фотосоплавных не учили, да? Нет. Знаете, в гоплинских доспехах ты далеко не уплывешь. Может по воде пойти. А на тропиках и лопат. Это особый скилл ходить по воде. Он нам притается не так легко. Что ж, давайте мы тогда на этом остановимся. Наше время как раз вышпаем и на самом интересном моменте. А именно на возвращение обсуждения Повзания и Фемистокла. Если у вас больше нет вопросов, тогда увидимся с вами через неделю. и на следующий раз. Продолжение следует...